Всем привет! Меня зовут Римма и добро пожаловать на канал бисероплетения с Риммой. Сегодня покажу как сплести чокер из бисера с вишнями, чокер из бисера с апельсинами и чокер из бисера с лимонами. Для плетения чокера из бисера с вишнями я буду использовать бисер белого цвета и зеленого цвета 10 размера. Также бусины рандель 4х3 мм красного цвета, соединительные колечки, цепь я сделала самостоятельно из соединительных колечек и застежку карабин лобстер. Также леска диаметр 0,2 мм. Отрезаем 90 см лески и закрепляем застежку карабин. Для этого я продену один конец лески в отверстие и завяжу на 3 узелка. Лишний хвостик обрежу и закреплю зажигалкой, чтобы не распалось. Набираем 15 бисеринок белого цвета и опускаем вниз к застежке. Далее набираем 2 бисеринки зеленого цвета и 2 бусины рандель. Опускаем к остальным. Отодвигаем зеленые бисеринки с бусинами и продеваем конец лески по направлению от застежки в 2 зеленые бисеринки. Полученную вишенку пододвигаем к белым бисеринкам. Снова набираем 15 бисеринок белого цвета и опускаем вниз. Затем 2 зеленые бисеринки и 2 бусины рандель опускаем вниз. Отодвигаем и продеваем конец лески по направлению от застежки или слева направо в 2 зеленые бисеринки. И затягиваем. Пододвигаем полученную вишенку к остальным бисеринкам. И так добавляем вишенки до необходимой длины. Следующее мы добавляем 15 белых бисеринок. Затем набираем 2 зеленые бисеринки и 2 бусины рандель. Проходим в 2 зеленые бисеринки. И так далее до необходимой длины. Для того как стлели необходимую длину чокера с вишенками, нам остается всего лишь добавить соединительное колечко и цепочку на вторую сторону. Расстояние между вишенками вы можете увеличить или уменьшить по желанию. Для этого необходимо набрать любое желаемое количество бисерин белого цвета. Берем соединительное колечко и для удобства я продела леску в иголку. И продеваем в соединительное кольцо. Опускаем вниз и проходим еще 2 раза. Таким образом мы его зафиксируем. Затем проходим сквозь все 15 бисерин. Чуть стягиваем вниз. И здесь делаем такую вот петельку. Под нитью я продеваю иглу между белой бисеринкой и зеленой. И не затягивая до конца, продеваю леску в эту петельку 3 раза. И затягиваем. Хорошо затягиваем, но не переусердствуем. И лишнее обрезаем. Берем соединительное кольцо плоскогубцы. Продеваем в это колечко. Одеваем цепь. И закрываем. Зажимаем. И чокер из бисера с вишенками готов. Для плетения чокера из бисера с апельсинами я буду использовать те же материалы, которые использовала ранее для плетения чокера из бисера с вишнями. Единственное место красного цвета бусин я буду использовать оранжевые. Отрезаем 80 см лески. И берем застежку карабин. Продеваем конец лески в отверстие застежки. И завязываем на 3 узелка. Лишний конец отрезаем. Проходим зажигалкой. Теперь набираем вместо 15 бисерин белого цвета 30 и опускаем вниз. Далее набираем 2 бисеринки зеленого цвета и 1 бусину оранжевого цвета. Опускаем вниз к бисеринкам. Снова отодвигаем 2 бисеринки зеленой и бусину. И концом лески по направлению от застежки или слева направо продеваем конец нити в 2 зеленые бисеринки. И затягиваем. Полученный апельсин пододвигаем к остальным бисеринкам белого цвета. Из-за того, что бусины имеют неровные грани, это может быть немножко затруднено. И наш апельсин готов. Снова набираем 15 бисеринок белого цвета и продеваем вниз. Затем 2 бисеринки зеленого цвета и 1 оранжевая бусина. Опускаем вниз к остальным. И в конце продеваем 2 зеленые бисеринки по направлению от застежки или слева направо. И затягиваем. Полученный апельсин пододвигаем к остальным бисеринкам. И так добавляем апельсины до необходимой длины. Чокер из бисера с апельсинами готов. Закрепляем застежку точно так же, как это делали в первом варианте при плетении чокера из бисера с виснями. Для плетения чокера из бисера с лимонами я буду использовать те же материалы. Единственное место красных бусин и оранжевых я буду использовать желтые. Отрезаем 80 см лески. И плетем чокер из бисера с лимонами точно так же, по той же схеме, как плели чокер из бисера с апельсинами. Единственное расстояние между апельсинами и лимонами я немножко изменила. Если при плетении чокера с апельсинами я набирала по 30 бисерин, то при плетении чокера с лимонами я набирала по 20 бисерин. Таким образом, немножко уменьшив расстояние между фруктами. Фруктовых чокера из бисера готовы! Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Я с радостью на них отвечу. Всем спасибо за просмотр! Не забывайте подписываться, ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И как всегда, на этом я с вами не прощаюсь.